Как дела? Расскажи. У меня есть страх, что кот заговорит и раскроет все мои секреты. Мы сегодня не будем лечиться, мы сегодня будем просто играть. Носкам можно только позавидовать, потому что в отличие от тебя, они хоть что-то делают. Марио, это кто? Слушай, хватит там врать. Да, я тебе изменяю, что ты мне с этим сделаешь? Моя хата скраина, я ничего не знаю. Всем привет, это шоу «Узнать за 60 секунд». Меня зовут Лидия Кирова, и я его ведущая. Сегодня у нас в гостях психотерапевт, но вы не переключайтесь и не пугайтесь. Мы сегодня не будем лечиться, мы сегодня будем просто играть. Я представляю вам нашего гостя, знакомьтесь, Кристина Терзи. Девушка, которая стремится к росту и улучшению своей жизни через осознанность. Девушка, которая активно работает над самопознанием и внутренним развитием. Привет. Привет, спасибо большое. Я думаю, что сегодня будет не только интересно, но и очень полезно, потому что я очень надеюсь, что Кристина расскажет нам о том, как сохранить ментальное здоровье в современном мире. Раскроем секреты. Да. Как дела, расскажи. Все хорошо. Сейчас работаю. Работаю в плане своей направленности и расширения. Вот у меня глобальные цели на рост, на то, чтобы больше людей обо мне узнала. Не в корыстных целях, конечно, а, наверное, в желании сделать что-то большее, что-то лучшее. И также у меня есть сейчас несколько проектов, на которыми я работаю. Хочу их запускать, но вопрос времени. Хорошо. Мы, надеюсь, что немножко еще подробнее об этом узнаем сегодня. А пока вкратце расскажи о себе. Кто ты? Чем ты занимаешься? Представь себя нашим гостям, нашим зрителям, точнее. Я, знаете, это очень такой вопрос интересный. Каждый раз, когда, в принципе, человека спрашивают, кто ты, он начинает задуматься, так, кто я, я дочь, я там работник, я там сестра, я там еще кто-то. То есть как личность мы себя самоопределяем по тому, кто в нашем окружении. Я человек, который когда-то тоже с чего-то начинал, к чему-то пришел, дальше хочется идти. Личность, которой много идей, со своими проблемами, с заморочками, с желаниями своими и какими-то целями, в принципе, на эту жизнь. Работаю я с проблемами, решаю свои, помогаю другим решать их. Хорошо, вот о проблемах, кстати, сразу вопрос у меня появился. С каким самым забавным, наверное, или неожиданным, да, запросом к тебе обращались люди, как к психотерапевту? Вопрос, запрос, который тебя максимально там удивил, рассмешил, то, что вот тебе прям запомнилось. Ай, я пытаюсь сейчас вспомнить какую-то интересную историю, но на самом деле в моей работе мало забавного, если честно. Это грустно. Да, это не до смеха людям вообще, особенно, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, которую тебе сложно решить. Вот. Меня забавное в моей работе в этой направленности было, когда я однажды снимала контент, и мы чисто случайно, даже особо не написав какой-то сценарий с фотографом Мишей, сделали ролик такой прям, ну он забавный получился. Я его спрашиваю, ну так, сейчас серьёзно держу тетрадь, говорю, ну что болит? И вот такой, ну спина, говорит, болит. Я говорю, не из этих топор, сейчас будем лечить. Там я его спрашиваю, там, посмеялись, идём дальше. Я говорю, ну что беспокоит? Ну как бы там, ну нос немножко заложен. В общем, это был вот тот самый смешной и забавный момент в моей работе. А в целом люди не приходят ко мне посмеяться, они приходят за улучшением своей жизни, но начинается это совсем не весело. Я вообще тебя поздравляю, ты попала на шоу по медиаграмотности, где ты можешь улучшить свои навыки по медиаграмотности. Есть представление, что это и о чём вообще? Есть представление о медиаграмотности. Это вообще мы сейчас живём там в мире медиа, да, интернет, видео, все эти ресурсы, веб. Это всё про то, что мы открыли для себя новый мир, как бы это ни было сюрреалистично, что ли. Но этот мир, который дал нам много возможностей, и в этом мы продолжаем обучаться, развиваться и расти, потому что мир вообще улучшился благодаря вот интернету. Да, ну и стоит признать, что та же медиа, которая делает нашу жизнь легче, часто несёт за собой и негативные какие-то аспекты. Сегодня мы с тобой это обсудим. А пока правила игры на самом деле очень просты. Перед тобой карточки с вопросами по медиаграмотности, их пять. Тебе придётся на них ответить, точнее не тебе, твоим контактам, и заработать для тебя три балла. Столько нужно для того, чтобы ты одержала победу. А сами правила, на вопрос, размышления, ответ у тебя есть 60 секунд. То есть ответ должен прозвучать за 60 секунд. За правильный ответ ты получаешь балл, за неверный я забираю у тебя 10 секунд. И так далее. С каждым неверным ответом я забираю у тебя по 10 секунд. Если ответ верен, ты зарабатываешь балл, время остаётся. Ну и ещё самое интересное. Тот, кто из нас сегодня проиграет, должен будет выполнить задание. Это самая интересная часть нашего шоу. Интересненько. Готова? Да. Давай приступим. Первый вопрос по медиаграмотности. Звучит так. Что такое Брутфорс Атака? Брутфорс. Пожалуйста, можешь ознакомиться с вопросом, подумать. А пока давай мне свой телефон. Брутфорс. Брутфорс. Так. Пожалуйста. Пусть там попадётся кто-то умненький. Марио, это кто? О, можно? Можно, можно. Давай. Вы знакомы. Я уже набираю. Хороший знакомый. Ну, Марио обязан тебе заработать 1 балл. Алло, Марио, привет. Слышно? Ну, я тебя очень плохо слышу. Ты меня слышишь? А, я? Да. У меня, короче... Да, у меня к тебе вопрос один, я тут на интервью, и мне нужно спросить своих знакомых контактов, короче. Ты можешь воспользоваться интернетом или ответь, как знаешь. Сможешь? Ну, да, я думаю. Что такое Брутфорс Атака? Слышал ты про такое? Не, конечно, что ты. Ну, посмотри в интернете быстренько, если можешь. Или ты за рлём. Как? Брутфорс Атака. 20 секунд. У нас мало времени. Я очень надеюсь, что... Брутфорс Атака. Брутфорс. Брутфорс? Брутфорс. Брутфорс, да. Три, два, один. Минус балл мне. Я не успела. Может уже и не искать, в принципе. Ладно, вообще, можешь уже не искать. Да, я понял. У меня интернета нет, что разговариваю с тобой. А, всё, понял. Ладно. Хорошо, спасибо тебе большое. Давай. Давай. Ответа, к сожалению, мы не получили, поэтому балл достается мне. А давай мы с тобой всё-таки узнаем, что же такое Брутфорс Атака. Об этом нам расскажет наш эксперт по медиаграмотности Ангелина Гайдержи. Брутфорс Атака – это метод взлома паролей или шифров, при котором используются алгоритмы для последовательного перебора всех возможных комбинаций символов. Представьте, что вы пытаетесь открыть замок, пробуя каждую комбинацию ключей, пока не найдёте правильный. Вот так же и здесь. Программа тестирует всевозможные варианты, пока не подберёт нужный. Для защиты от таких атак важно использовать сложные и уникальные пароли, состоящие из разных символов и длиной, достаточные для обеспечения безопасности. Будьте бдительны и заботьтесь о своей безопасности в сети. А давай я перейдём к разговору о тебе всё-таки, о твоей работе. Вот у меня часто возникает вопрос, почему некоторые люди боятся обращаться к психотерапевту. Есть у тебя ответ на этот вопрос? Ну, в общей сложности причин, почему люди боятся, много по разным причинам, но можно их свести к какой-то одной общей. Это страх, что будет больно. Страх, что будет больно, что мне, вот обо мне что-то узнает. Человек бесстрашен, знаешь, когда? Да, когда ему нечего скрывать. И это даже не про какие-то там серьёзные грехи, так скажем. Это даже, когда ты скрываешь, то ты обманываешь сам себя. Когда ты обманываешь себя, ты, соответственно, обманываешь других. И не дай бог я пройду к человеку, который мне скажет, слушай, хватит там врать, да? Хватит ты, ну, побудь честным. И это, это рушится просто целый мир у человека. Он строил столь, ну, там, полжизни строил себя, карьеру, там, семью какую-то завёл на самообмане. И тут ты говоришь, ну, типа, не обманывай, в смысле? Вот это страшнее всего, потому что здесь нужно всё рушить и строить заново, а к этому не каждый готов. Есть какие-то варианты, методы самопомощи? То есть, чтобы человек сам начал разбираться в себе, копаться в себе, ну, то есть, помочь себе без психотерапевта. Есть какие-то методы? Ну, здесь важно определить, для чего ты это делаешь. Конечно, можно, всё можно, и методов куча. Просто, чтобы понять, даже я сейчас какой-то определённый метод озвучить, нужно понимать, для чего ты это делаешь. То есть, человек, когда начинает, хорошо, я сам себя хочу познать, я хочу себе помочь, там, какой-то тревожности от каких-то своих страхов избавиться. Ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Только информации, но я предлагаю всё-таки разделить эту информацию, ну, постепенно давать её нашим зрителям. Пока они обдумывают информацию, которую мы сказали чуть ранее, давай мы ответим на ещё один вопрос по медиаграмотности. Второй вопрос по медиаграмотности звучит просто. Что такое фрод? Фрод? Очень просто. Что такое фрод? В сфере рекламы могу дать подсказку, так скажем, да? Я напоминаю, что у тебя 0 баллов и 50 секунд на этот вопрос. А мы пока поищем, кто нам ответит на этот вопрос. Давай, 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 посмотрим. Валерия йога. Можно, можно. Твоя коллега, это коллега, да? Давай попробуем Валерии позвонить. Давай, надеюсь, она не занята. Твои контакты сегодня какие-то вообще не активны. Все очень непоняты. Алло, Валерия, привет. Семья, дорогая. Мне очень всё хорошо, мне очень нужен твой ответ. У меня мало времени, 50 секунд. Я тебе задам вопрос. Сможешь, пожалуйста, на него ответить? Воспользуйся интернетом, если надо будет. Что такое фрод в медиасфере? Фрод это когда кто-то оплачивает чужой картой счет, который есть в системе. Ну, допустим, авиабилеты. Я работала в системе Фрод. И использовали чужую карту для того, чтобы оплатить авиабилеты. И нужно было вылавливать этих чужихов. Чудесная ты моя. Просто вообще википедия. Большое-большое спасибо. Я работала в этом. А, видишь, как удачно попала. Чудесненько, спасибо. Спасибо огромное. Я просто здесь на программе, поэтому ты вообще спасла меня. Давай, удачки тебе. Спасибо. Хорошего дня обняла. Пока-пока. Мне, конечно, не хочется тебя расстраивать. Но она ошиблась. Но она немножко затронула другую сферу. Мы все-таки говорим про фрод в сфере рекламы. Как я тебе дала изначально подсказочку. Она говорит про использование все-таки карт. Это чуть-чуть. Ну, частично, знаешь, это все-таки тоже про... Какое-то мошенничество, да. Но если мы говорим про фрод в сфере рекламы, то, к сожалению, это неверный ответ. Нужно хотя бы 0,5 балла, потому что это был такой уверенный... Да, это было классно. Она уверенно сказала. Но немножечко все-таки не в ту сферу. И поэтому балл снова достается мне. Подробности о том, что же такое фрод, даст наш медиа-эксперт Ангелина Гайдержи. Фрод в медиа – это мошенничество, которое нарушает честность и прозрачность рекламного рынка. В этом контексте фрод включает в себя обманные схемы, такие как фальсификация показателей просмотров, использование поддельных аккаунтов и манипуляции с данными для искусственного завышения популярности. Это может привести к тому, что рекламодатели платят за несуществующую или неэффективную аудиторию. Борьба с медиа-фродом помогает сохранить доверие к рекламным платформам и обеспечить честность в рекламных расходах. Давайте вместе стремиться к прозрачности и справедливости. Вот ты работаешь с людьми, это постоянно такое напряжение, работа мозга. Наверняка ты сталкивалась с неким выгоранием. Было у тебя такое? Конечно, но это не было связано с нагрузкой от работы, потому что со мной работаю, я кайфую, я заряжаюсь. А с чем это связано? Это было больше... Я столкнулась с тем, что себя продавать очень сложно. То есть одно, когда ты создаёшь продукт, знаешь его, знаешь информацию, ты много о теории знаешь, ты в практике уже неплохо. А другое — продать это человеку. То есть в нашем мире, когда сейчас всё изобильно у нас, всего очень много человек даже в этом случае, он сам не знает, чего хочет, теряется, да, когда какие-то времена было, там на полках пару товаров, и ты уже как бы от него... Выбираешь из того, что есть. Что есть, да. А тут такой выбор, что тебе легче вообще ничего не выбрать, чем что-то купить, и там очень страшно ошибиться, очень страшно попасть на плохой продукт или ещё что-нибудь. И вот я столкнулась с выгоранием того, своей собственной беспомощностью, да, в том, что вот клиенты не приходят. Вот как так? И это здесь же синдром самозванца, да, а как это я там о заявлении заявлю, а вот что скажут. И потихоньку, потихоньку, я когда отпустила это всё, вот когда я поняла, что мне нечего терять, мне просто реально нечего терять. И я буду это делать, даже если ко мне никто не придёт, даже если придёт один, два, три, четыре человека, я всё равно буду это делать. То есть сперва у меня были такие, вау, ожидания моё. Это самое плохое, мне кажется, что есть в нашей жизни. Такое, да, сейчас я тут зайду, ко мне придут, и когда к тебе не приходят, и ты такой сдуваешься в куриную жопку, и думаешь, ммм, она не такая уж я и молодец, как мне казалось. И вот здесь ты сталкиваешься с какой-то такой тоже уязвлённой, честной частью себя. И здесь я выгорела. Здесь у меня был период, когда я сдулась. Это не скажешь, что страшно, но это вот очень неприятно. Очень неприятно. Ты обращалась к кому-то за помощью или какие-то собственные методы выхода из вот этой ситуации применяла? Конечно, я обращалась за помощью, конечно. Я много раз проходила терапию сама. Когда обучалась, это моё обучение, оно проходило всё через... Я пропускала через себя. То есть всю информацию, которую я изучала, я применяла её на себе в первую очередь, потом сразу работала и с клиентами. И я шла в терапию, да, у меня есть мой психолог, мой психотерапия, вторую меня хожу. Я её даже рекомендовала у себя в сторисах пару раз. Когда я сталкиваюсь прям со стеной, я уже туда попробовала, сюда и так себя порыла. И всё, у меня психика уже, как я говорила, не опускает. Я иду уже за помощью. Давай пока ответим на третий вопрос по медиаграмотности. Давай. Звучит он, знаешь как? Что такое снифинг? Чудесно у вас эти вопросы, прям его обожать. Я напоминаю, что у тебя ноль баллов и уже, к сожалению, сорок секунд. Давай мне свой контакт. Держи, то. Снифинг. Снифинг. Что такое снифинг? Я каждый день изучаю такую информацию. Каждый день с этим сталкиваюсь. Да. Так, у тебя есть знакомость в сфере журналистики. Дина, журналист. Ваша коллега, конечно. Давай, давай, давай. Я напоминаю, сорок секунд. Надеюсь, она не на парах. Диночка, привет, дорогая. Привет, Кольсинка, не успела. Ничего страшного, у меня сорок секунд и мне очень нужна твоя помощь. Я как раз у ваших коллег в ТУК и мне нужно ответить на вопрос, пожалуйста. Что такое снифинг? Знаешь ли ты или можешь поискать в интернете? Что такое, еще раз? Снифинг. Снифинг? Да. В сфере меди. Это форма фишинга, при которой мобильное устройство используется как платформа для атак. Ай, красотка, ты моя. Спасибо большое. Слушай, на цену золота. ты же, Все, скажу. Все, спасибо, давай, хорошего дня. За юность. Да. Один балл. Наши гости сегодня все-таки зарабатывают один балл. Если вы хотите узнать, что такое снифинг, об этом нам расскажет наш эксперт Ангелина Гайдаржи. Снифинг это метод перехвата и анализа данных, передаваемых по сети. Представьте себе, что вы можете слушать всю информацию, проходящую через сетевые соединения, будь то пароли, сообщения или другие данные. Этот процесс может быть полезен для диагностики сетевых проблем и обеспечения безопасности, но также может использоваться злоумышленниками для несанкционированного доступа к личной информации. Поэтому важно быть внимательным в защите своих данных и использовать шифрование для обеспечения конфиденциальности. Заботьтесь о своей безопасности в сети и защищайте свои данные. Вот если мы говорим про то, что мы сейчас живем в такой вот среде, когда люди окунаются с головой в медиапространство, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, поток информации. Если мы говорим про ТикТок, это какие-то тренды все время новые, вот у меня вот такой вопрос для тебя, какие на твой взгляд культурные или социальные тренды в медиа и в принципе вот сейчас, которые происходят в жизни, влияют на психическое здоровье человека. Это не обязательно негативное что-то, то есть ей положительное какое-то воздействие. то есть какой-то тренд, который происходит сейчас в мире, а это не один тренд, их постоянно, много, влияют на наше психическое здоровье. Смотри, есть такой момент даже в психотерапии, когда вот мы начинаем кого-то в чем-то обвинять. и есть такой момент, когда вот социум на нас влияет, давит, когда какие-то экологические проблемы, там вот что-то глобальное, оно все равно на нас имеет влияние. И из всего влияния можно извлечь как положительную, так и отрицательную сторону. Не все пытается нас как бы погубить, но и не все пытается нас сделать лучше. Только мы сами, наверное, больше себя губим. Самый большой тренд это нежелание осознавать и поработать со своим мышлением, со своим восприятием, с той информацией, которая сейчас вот ее куча, да, и может она же сделать так, чтобы это было тебе сыграло какую-то положительную роль. Чтобы это было в пользу. В пользу, конечно, чтобы ты рос, чтобы ты развивался. Но большинство мы говорим, что а вот сейчас из-за этого там так со мной, из-за этих тиктоков дети не развиваются, из-за этих телефонов там много чего происходит плохого. Но самый большой тренд всего человечества это лень. Лень, ничего с этим не делать. не брать ответственность. Хорошо, когда за меня отвечает правительство, хорошо, когда за меня отвечают родители, хорошо, когда мне там работодатель тоже за меня отвечает. И при этом я как бы моя хата с краем, я ничего не знаю. И здесь этот тренд, который я думаю, что все-таки он поменяется, потому что вывод, к которому я пришла, и он просто чудесно звучит и объясняет все, как это работает. Смотри, мы же знаем, что в мире все циклично, повторяется, лето сменяет осень и так далее, то есть день и ночь. Плохое время создает сильных людей. Мы знаем, что когда трудности, на дворе война, это непосредственно на нас влияет, но создает сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей, и слабые люди создают плохие времена. И вот так вот все по кругу. Поэтому все сейчас, что в данный момент происходит, это то, что хорошее время создает слабых людей, которые не хотят брать ответственность, не хотят развиваться, и слишком много всего доступного, что делает нас ленивыми. И это самая большая проблема. Да. Я очень надеюсь, что это рано или поздно, как ты говоришь, придет время, когда это изменится, и я думаю, я даже больше, чем уверена, что тренд на саморазвитие будет выше, так скажем, крупнее, да, и люди потянутся к этому тренду. Да. Будем на это рассчитывать. А пока ответим на следующий вопрос по медиаграмотности. Ну, это легко. Что такое цифровой след? Мешка представления, да? Ну да. Давай, показывай телефончик. Есть такой момент. Я напоминаю, что у тебя есть один балл и сорок секунд. Да, мне прибавились, да, десять секунд? Нет, они не прибавились, но они не убавились. Что мне за это будет? Мы тебя не будем бить. позвоним. А я предлагаю позвонить твоему контент-мейкеру. Миша-фотограф. Я так поняла, что это человек, с которым ты работаешь. Давай, позвоним ему. И я еще раз напоминаю тебе, что у тебя есть сорок секунд и один балл. Алло, Миша, привет. Да, как приятно, что мой номер у тебя записан. У меня есть всего сорок секунд и я хочу задать тебе один вопрос. Мне нужна твоя помощь. Можешь, пожалуйста, ответить, что такое цифровой след в сфере медиа? Цифровой след в сфере медиа? Да. Так, цифровой след. Я думаю, что это как бы цифровой след. Мне кажется, что это что-то такое, что уже осталось. в медиа. Какие-то дата-данные как будто бы, да? Да, какие-то моменты, которые, допустим, ты в цифровой сфере, ты, допустим, вела, или те же самые данные, те же самые как бы статы, и это все осталось как бы статы, пароли. Ну, отчасти надеюсь, что мы правильно ответили с тобой. Я тебе огромное спасибо говорю. Я как раз тут на передаче просто, и вот ты попался. спасибо тебе большое. Всем привет. Давай, хорошего дня, пока. Спасибо. Я тебя поздравляю, Балфнова достается тебе. Конечно, здесь есть еще что добавить, но по факту, да, то есть информация в общей сложности, так скажем, ответ мы получили. Возможно ли пользователю интернета не оставлять за собой цифровой след? Об этом нам расскажет эксперт по медиограммотности Ангелина Гайдаржи. В цифровом мире мы оставляем за собой невидимый след. Цифровой след это совокупность информации, которую мы создаем и оставляем в интернете. От поисковых запросов и постов в соцсетях до истории покупок и данных о местоположении. Все это формирует наш виртуальный профиль. Каждое действие онлайн, будь то лайк или комментарий создает кусочек этой огромной мозаики. Цифровой след может помогать в создании персонализированного контента и рекламы, а также в улучшении нашего онлайн-опыта. Однако важно помнить, что этот след может иметь негативные последствия. Неосторожное раскрытие личной информации или частые посещения определенных сайтов могут стать причиной нежелательной рекламы, уязвимости к мошенничеству и даже угрозы к безопасности. Кроме того, данные о вашем поведении могут использоваться для манипуляции или формирования предвзятых мнений, поэтому стоит внимательно относиться к тому, чем и как вы делитесь в интернете, чтобы защитить свою личную жизнь и безопасность. По мере нашего с тобой разговора у меня возник очень интересный для тебя вопрос. Интересно. Как к психотерапевту, как просто к человеку, как к личности. Вот представь, что у тебя есть возможность провести терапию с какой-то известной личностью, которая тебя симпатизирует. С кем бы ты провела психотерапию и почему? Вот прям такой интересный вопрос. К роду скажешь? Твой вопрос, конечно, скажу. Я бы провела беседу о возможной психотерапии с нашим президентом страны. Да? Да. Почему? Отвечаю. Потому что все, что, ну, как ты заметила, я все-таки все, что я делаю, я делаю это здесь у нас на родине. Я здесь родилась, я здесь продолжаю жить. Пока что это все вот так, пока что, ну, возможно, я буду вынуждена. Завтра, послезавтра что-то случится, я поменяю свое мнение, я это не исключаю. Но пока мои мысли, да, мое намерение, оно остается здесь, в рамках нашей страны. И меня, как и любого, я думаю, жителя Молдовы, беспокоит то, что происходит. И, конечно же, рыба портится с головы, да. Мне очень было бы интересно задать вопросы и услышать определенные ответы именно от этого человека, который правит, которого зависит многое, от которого зависим мы и наше будущее. Все-таки, когда ты берешь ответственность на президента, управляющих странами, огромная ответственность, это ты как-никак правишь не просто своей маленькой странной, семьей, так, а вот именно тысячами судеб людей, да, и мне было бы интересно услышать и вот как-то мне было бы ей что сказать, я думаю, пообщаться и, не знаю, и я бы, наверное, что-то для себя поняла определенно и уверена, что она бы тоже что-то для себя взяла, потому что она, во-первых, тоже женщина и человек, да, я уверена, что где-то в ней и внутри есть человечность, которая учитывает какие-то более глобальные, правильные цели, ценности, которые сделают нашу жизнь лучше. Очень интересный и неожиданный ответ, я тебе скажу. Я бы могла предположить, что это Фрейд, Мадонна, Марлин Монро или еще кто-то, но этот ответ меня очень удивил. Я бы хотела, чтобы у тебя это получилось в ближайшее время. Кто знает. Возможно, главное, что у тебя есть цели и желания, а там, возможно, тебя как-то все к этому и приведет. После вашей передачи однозначно будет еще и такая, знаешь, мысль. Направлено. Да, это точно. Давай тогда ответим на последний решающий вопрос по медиаграмотности, который определит, кто же из нас сегодня окажется проигравшим, а кто победителем. И наш последний вопрос по медиаграмотности звучит так, что такое фабинг. Фабинг, боже мой. И я напоминаю, что у тебя есть два балла и до сих пор еще 40 секунд, к моему сожалению. Слушай, давай позвоним, вот, наткнулась на контакт папочка. Как ты думаешь, сможет он тебе помыть? Вряд ли. Если на то, что-то касалось машины, возможно. Давай попробуем, возможно, он слышал или сможет как-то тебе помыть. человек приземленный. Напоминаю, что у тебя есть два балла и 40 секунд. Папа, привет. Привет. у меня 40 секунд и я должна задать тебе один вопрос и ответь, если сможешь. Что такое фабинг? Вдруг ты знаешь. Фабинг. Вдруг знаешь, что это такое. Фабинг? Фабинг, да. Костя, что такое фабинг? Фаб-инт. Фабинг. Что за вопрос такой? А что оно такое преобразительное направление? Это из сферы медиа. Медиа сферы рекламы. Нет, это не по папе на линии. Я знаю. Я знаю, что и рад помочь, но это не твоё. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Всё, давай, анима, ещё пока. пока. Папа, у тебя очень такой позитивный человек, вы будете слышать по голосу. Можешь держать у себя. Я на самом деле тебе скажу, что я больше не рада, не так рада своей победе, как рада, что тебе придётся сегодня выполнять задание, потому что я его подготовила для тебя с такими эмоциями. Я, к сожалению, твоему баллу не достаётся тебе, он достаётся мне. Далее наш эксперт расскажет, что же такое фабинг, а далее мы с тобой подойдём к нашему заданию. Когда человек, находясь в компании других людей, увлечённо обращает внимание на свой телефон, проверяет сообщения, соцсети или делает что-то ещё, называется фабингом. На первый взгляд эти действия могут показаться незначительными, но на самом деле они имеют серьёзные последствия. Фабинг подрывает качество общения, создаёт барьеры между людьми и может привести к чувству игнорирования или недостатка уважения со стороны тех, кто находится рядом. Как же с этим бороться? Установите бестелефонные зоны для себя, своей семьи или друзей. Это простое правило поможет сосредоточиться на общении. Ставьте телефон в режим «Не беспокоить». Учитесь быть внимательным слушателем. Это означает не только слышать, что говорит собеседник, но и активно участвовать в разговоре, задавать вопросы и выражать интерес. Планируйте время, когда вы или ваша семья полностью отказываетесь от цифровых устройств и посвящаете время друг другу. Я рада сообщить, что победа сегодня достается мне, а тебе достается выполнить задание, которое я тебе подготовила. На самом деле задание, как по мне, очень интересно. Я подготовила для тебя карточку, так скажем, с вымышленными проблемами. Это юмористические проблемы, да? То есть твоя задача в течение 30 секунд, в течение минуты придумать какое-то смешное, юмористическое возможно тоже решение для этой проблемы. Как тебе такое задание? Супер, классно, я слушаю, ты молодец. Я хочу, чтобы ты предложила какое-то нестандартное решение, то есть чтобы мы просто с тобой отвлеклись от философии, психотерапии, да, и как бы больше расслабились и посмеялись. Готова? Да. Давай, зачитывай первую проблему. У меня есть страх, что кот заговорит и раскроет все мои секреты. Интересно, к тебе с таким обращались? Я бы сказала, что это может относиться ко мне, потому что я живу с котом, и мне кажется, что если бы он умел говорить, он бы стал лучшим специалистом, чем я, потому что он присутствует практически на всех моих сессиях, он всегда рядышком, если я что-то изучаю, читаю, работаю, он всегда рядом находится, и он уже впитал столько информации, что он уже лучший специалист, чем я. Какое решение проблемы ты можешь посоветовать для человека, который боится, что его кот заговорит? Слушайте, ну отведите его к психотерапевту. Хороший выгод из ситуации. Да, ну заранее договориться, знаешь, не нужно и невозможно человека заставлять, можно с ним договориться. Вот здесь история о конструктивных умениях проводить переговоры, договариваться с человеком, это вот супер будет уместно, полезно и эффективно в данном случае. Супер. Читаю следующую проблему. Не обязательно применять насилие, можно договориться. Так, у меня есть страх, что носки специально теряются стиральной машине, чтобы жить своей лучшей жизнью. вот такая проблема у человека. Ну а почему нет? Ну пропадают у него носки, он понимает, что его стиральная машина, что-то задумывает против него, что-то вот как бы носки решили сбежать. Какое решение? Ну я бы тут ответила, что носкам можно только позавидовать, потому что в отличие от тебя, они хоть что-то делают. Куда-то идут в лучшую жизнь, путешествуют. Да, хоть что-то делают для того, чтобы жить лучшую счастливую жизнь. Не расстраивайся. Ну скинты еще приобретешь, порадуйся за них. Следующая проблема. Так, я чувствую тревогу, что мой питомец считает меня ленивым, когда я смотрю сериалы целый день. Так, это тоже можно отнести ко мне, когда я ничего не делаю, думаю, смотрит на меня как-то ленивая задница, могла бы что-то сделать. Что предупреждает? Ну что мы предпринем, что с голосами в голове тоже можно договориться. И то, что ты себя там чувствуешь и тревожишься, это только часть тебя, которая на самом деле никак не относится к питомцу. Как бы оставьте кота в покое. Ничего он у тебя не думает, не переживай. Он вообще думает о своей жизни, о том, как бы покушать и где бы хорошо полежать, а не о том, что у тебя там есть. как он проведет еще своих девять жизней. Сто процентов. Какое дерево бы еще познать. Да, это точно. Слушай, ну чудесные, конечно, эти примеры. У меня есть тревога, что моя любимая кружка ревнует к другой, когда я пью из другой кружки. Это тоже о тебе или нет? Так, что можно было бы сказать? Это, наверное, больше обо мне. То есть, если у меня есть там две кружки, с которых я люблю пить кофе, если я беру там зеленую, а не желтую, мне кажется, что как будто бы как-то неловко перед ней, но она сегодня стоит и смотрит, как я пью кофе с другой кружки. Что мне делать? Знаешь, во-первых, чтобы они друг о друге никак не заподозривали, как с любовницей. Поставить в разные полки. Главное, чтобы они друг о друге не знали. А второе, это честно поговорить с ними, признаться. Тебе, по крайней мере, легче станет. Я сегодня попробую дома. Просто признайся, что не все так честно. Да, я тебе изменяю, что ты мне с этим сделаешь. Что ты сделаешь? Что ты? Убежишь от меня, сбросишься и разобьешься. Да, кстати, как говорят. Просто здесь очень, конечно, различные методы можно применить, но затрагивая смех. Это то, на что меня хватает не так много. Шутить? Я все равно там пошучу, пошучу, хорошо, а теперь серьезно. Ну давай мы ответим на последнюю проблему, а потом будем серьезно. Да, я боюсь, что микроволновка судит меня, когда я разговариваю, а когда я разогреваю, покупную еду. У меня сразу приходит картинка, как вообще, почему боюсь? Потому что нас всех осуждали в детстве за что-то, за любой неверный шаг как бы. Ну, на самом деле, можно ей вернуть тем же, как варианты, да, тоже ее за что-то там посудить, за то, что она сидит и ничего не делает. Плохо разогрела мне еду вообще. Да. Для чего в моем доме? Раскритиковать ее, раскритиковать, наказать как-то, вытащить из розетки и сказать, все, ты мне больше не нужна, можешь катиться отсюда. А не можно сказать, это твоя работа, а то, что я тебя сунул, неважно, твоя работа разогреть. И не суди, что я тебя засунул. Да, или ответить, ну, тебя-то я тоже купила, как бы, ну, еда покупная, и ты покупная. Все тут нормально, все по-честному. Все равноправильно. Никакого обмана. Да, прикольно. Я думаю, что это было классное задание, мы немного с тобой развеялись. Это было суперзадание. Развеялись. Я думаю, что ты, наверное, даже, возможно, я ошибаюсь, не задумывалась о таких проблемах, которые возникают. Знаешь, если бы ко мне пришли с такими проблемами, я бы еле сдержала смех, по-первых. А во-вторых, знаешь, это как прикол, когда, ну, у меня нос забит, и я такая, это не ко мне, это не ко мне, чувак. Здесь или психиатр, или таблетки просто. А что я хочу сказать? Мне сегодня было максимально приятно с тобой пообщаться. Взаимно. Я думаю, что ты тоже не сильно расстроилась, что одержала победу я. Такое интересное задание тебе попало. Знаешь, было бы обиднее, если бы я все-таки не прочитала. А что я хочу сказать нашим зрителям о том, что если вам понравился наш сегодняшний выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями. Я с вами не прощаюсь. У нас следующая передача будет ровно через две недели. И я не говорю вам пока, я говорю вам до свидания. В гостях у нас сегодня была замечательная девушка Кристина Терзи. Спасибо большое. Мне на самом деле тоже очень было приятно, кайфово. Я максимально полезно для себя провела это время. Несмотря на то, что приходилось, знаешь, отдавать. Все-таки отдавать это намного приятнее, чем получать. Здесь больше кайфа. Больше отдавайте, делитесь. Я очень рада. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин